В здоровом теле здоровый дух. Накануне Дня физкультурника в республике чествовали спортсменов и тренеров. В числе лучших тренер по настольному теннису Тамара Нагибнева. О том, кто еще добивается высоких достижений, Петр Пермяков. Торжественный и очень волнующий момент. Это достойно аплодисментов, дорогие друзья. Медаль за заслуги перед Хакасией вручили легенде республиканского спорта Тамаре Нагибневой. Уже шесть десятков лет она развивает настольный теннис. За свою продолжительную карьеру Тамара Нагибнева воспитала десятки именитых спортсменов, прославивших Хакасию на всю страну. Игорь Егоров, Дарья Митюкова, Евгений Игнатович, Алексей Жуков, Павел Гаврилов. Сегодня Баканская школа настольного тенниса занимает ведущие позиции в России. Очень хорошее подрастающее поколение. Причем задачи и цели у нас вырастет чемпионов. Но я всегда говорю, чемпионами не рождаются, а ими становятся. И потом, значит, наша цель, как тренеров, вырастить успешных людей. Семья Нагибневых – настоящая спортивная династия. Сын Тамары Дмитриевны всю жизнь в спорте. Он тренер и президент Федерации настольного тенниса Хакасии. Кану дня физкультурника Дмитрию Нагибневу присвоили звание отличника физической культуры и спорта России. В последнее время у нас в России уделяется большое внимание развитию именно массового вида спорта, оздоровлению нации, ну и, конечно, спорту высших достижений. Уделяются огромные влияния, выделяются очень большие деньги. И спасибо нашей России. Хакасия отличается во многих видах спорта. Хоккей, футбол, легкая и тяжелая атлетика. Наши спортсмены известны в России и мире. Например, волейбольная команда «Надежды Хакасии» неоднократно становилась победителем международных соревнований. И, конечно, королева спорта Хакасии – борьба. Единоборец Сергей Карамчаков еще в конце 80-х стал призером Олимпийских игр. Сегодня молодые спортсмены растут под началом именитого тренера Владимира Чучунова. Его воспитанница Наталья Малышева только что вернулась из Монголии. Спортсменка стала победительницей международного турнира по женской борьбе. К состязаниям Наталья готовилась, находясь в декретном отпуске. Когда я начала тренироваться, потренируюсь, и домой приходила, мне нужно было с ребенком делать. Домашние дела делать. И как-то у меня больше сил появилось. Когда ты занимаешься, ты чувствуешь себя бодрее, сильнее, здоровее и интенсивнее. И охота все время что-то делать. Каждый год сборная страны пополняется спортсменами из Хакасии. В этом году в нее вошли 75 человек. Это лучшие из лучших. Они умеют превосходить себя, чтобы добиваться результата. Надеюсь, что те задачи, которые мы перед вами сами ставим, те победы, которые достигают наши спортсмены, они будут только прославлять нашу прекрасную республику. Спорт – норма жизни. Такая федеральная программа сегодня реализуется в России. Ее главная цель – чтобы спорт стал занятием массовым. Для этого строятся новые спортивные объекты и создаются условия для занятия физкультурой на открытом воздухе. И это дает свои результаты. Здоровый образ жизни популярен. Физкультурой сегодня увлекается половина жителей Хакасии. Физкультурники уверены – в здоровом теле – здоровый дух. Критер Пемляков, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!